Всем привет! С вами мы, Мария Шаталова и Мария Ника Смирнова. И наш видеоблог. Наши любимые и дорогие интернет-зрители. Заметьте, мы записываем наш видеоблог в интернете, потому что это нам ничего не стоит. Мы хотим рассказать о прошедшей серии Минда Рашенс, которая была выпущена 25 сентября. Я считаю, что, конечно, очень сильно много нашего самого эпатажного персонажа в шоу, мы не будем называть его. И слишком много про нее, все про нее. Но, опять же, я в этой серии присутствовала. Конечно, все запомнят шубу, в которой я была одета, и недвижимость, которую я выбирала. Ну, что сказать? Шуба просто самый важный персонаж, можно сказать, в этой серии, потому что написали, что она стоит у тебя 100 тысяч фунтов. Да. Когда-то, давным-давно, на первом рынке она еще, может, стоила. Но в России мы совершенно не можем обойтись без таких подобных шуб, потому что очень холодно. А в Лондоне я ее ни разу даже не одевала, в принципе. Просто показала, что это самый роскошный наряд в моем гардеробе. Это на самом деле так. Но их не интересовала не то, что даже шуба, а цена этой шубы. Поэтому они тебя и в таком образе решили заснять. Да, ну что мы хотим сказать? Опять ажиотаж вокруг передачи. Опять спрашивают, стыдно вам или не стыдно было сниматься. А, собственно говоря, почему нам должно быть стыдно? Мы добились всего сами. Мы... Из обычных семей. Да. Нам родители не давали денег, то есть они не богаты. У нас нет богатых покровителей. Мы добились всего сами своим трудом, своими мозгами, тем, что мы упорные, и тем, что нам просто... у нас просто не было другого выбора. Почему? Когда мы приехали в Лондон, нас никто не встречал с открытыми объятиями и очень скептически отнеслись, чем мы здесь будем заниматься. Но мы доказали англичанам, что мы трудоголики. Мы стали с Мариникой моделями. Я стала известным дизайнером. Выпустила уже второе фэшн-шоу на Fashion Week. Мы работаем над собой. Специально для англоязычных зрителей, надеюсь, очень скоро мы выпустим блог на английском языке. И поверьте мне, англичане уважают здесь русских. То есть нету такого, что они настолько любят за то, что у нас есть деньги. На самом деле русские образованные, как мы говорили, трудоголики. Какие мы гостеприимные. Гостеприимные. Это вообще. А русские женщины, это вообще наше богатство. Поэтому это самый-самый важный актив нашего государства, я считаю. То, что мы должны сохранять. Также мы с Мариникой же маму. Мы можем вам рассказать, как мы ходим с детьми. Какие здесь есть развлечения. Чем мы занимаемся в Лондоне. Показать баллы, которые проходят в Лондоне. Наши мероприятия. Пишите, мы вам расскажем обо всем, что творится здесь, в Лондоне. Поверьте, это очень интересно. Это все не уместится в наш короткий видеоблог. Дорогие наши любимые зрители. Мы вас любим. Мы надеемся на вашу поддержку. Знаем, что русскоязычные люди поддержат вас. Так как мы, в принципе, ваши соотечественники. И как бы там ни было, нам тяжело без вас здесь. Нам тяжело, в принципе, в чужой среде. Все-таки это другая страна. Мы надеемся на вашу поддержку, на ваши письма и отзывы. Мы готовы вам всегда помочь. Можете к нам даже обращаться за помощью. А также не пропустите третью и четвертую серию со мной и с моим мужем. Да, мы ждем с нетерпением. С вами была Мария Шаталова и Мариника Смирнова. До скорых встреч. Пока.